Всем привет! Вы на канале Захотеть похудеть и здесь я делюсь моим опытом похудения на 30 кг. Итак, девочки, сегодня будет видео, посвященное вашим вопросам. Да, я знаю, что уже три недели, по традиции такие видео выходят раз в неделю на моем канале, но уже три недели ничего подобного не было. А почему не было? Потому что я в отпуске. И, как говорится, отпуск есть отпуск. В общем, я расслабилась и по питанию расслабилась. Не буду скрывать, что ела всё, что хотела. Конечно, старалась всё это вместить в период пищевого окна, но, честно признаюсь, не всегда это получалось. Какой будет результат на весах, я вам скажу примерно через неделю, когда мы вернёмся домой. Надеюсь, конечно, что он меня не огорчит, но даже если немножко в килограммах я и прибавила, то вернусь в свой привычный ритм жизни, буду опять же ходить, хотя здесь я хожу также не менее, у меня получается 14-15 километров в день, потому что мы стараемся больше топать ножками, а не на каком-то транспорте. Но, тем не менее, еда, которая здесь, она абсолютно на 100% отличается от того питания, на котором я нахожусь во Франции. Но, ребят, один раз живём и отпуск, он не каждый месяц. Итак, давайте начнём, наверное, с группы в Вайбере. Я посмотрела немного в интернете, как всё это делается, и хочу вас спросить, что будет более эффективно для всех нас. Как я почитала, там на различных форумах тоже много создаётся вот таких вот групп, и, возможно, это будет страничка в Инстаграм, но она будет закрытая, как бы, потому что я не хочу левых людей, я не хочу людей, которые будут приходить, и там нам всем, кто действительно на одной волне, чтобы они нам писали, а, ты там толстуха, или ты там, я не знаю, ну ещё там кто-то, или там у тебя кожа висит, или у тебя там три волосины осталось. И я хочу, чтобы мы все были вежливыми друг с другом, чтобы у нас не было людей, которые будут приходить просто, чтобы пооскорблять, или просто, чтобы постебаться, поиздеваться и так далее. И поэтому напишите мне, что будет лучше, или это будет группа в Вайбере, или же мы сделаем страничку в Инстаграм, просто понимаете, как, я не знаю, как это работает в Вайбере, но на Инстаграм я бы могла бы делать прямые эфиры, мы бы с вами могли бы обсуждать там какую-то тему, вот там взяли, например, ну, фруктовую диету, и какие фрукты можно, сколько, где килокалорий, там, ну, к примеру, я говорю им, или там спортивные какие-то упражнения, там, как ручки подкачать, как подбородочек убрать. И мы бы все, кому интересно, тут остаётся на этом прямом эфире, кому не интересно, он просто будет там на другом эфире, или будет смотреть мои посты, которые я буду выкладывать относительно различных диет. В общем, для меня на сегодняшний день, как я посмотрела информацию, мне кажется, что, наверное, закрытая страничка в Инстаграм будет, ну, эффективнее, чем группа в Вайбере. Хотя напишите мне, пожалуйста, что, по вашему мнению, лучше. Итак, дальше. Очень часто мне задают, ем ли я отруби, ем ли я каши, овсянку и так далее. Ну, овсяную кашу я как-то её очень любила в детстве, потом как-то, ну, не знаю, я вообще не очень такой большой любитель всяких вот этих кашек, малашек, манок и вот этих кукурузных каш, хотя это очень полезно и, ну, в любом случае у меня присутствуют они, хотя не часто и немного, как я уже говорила, сложные углеводы, я употребляю 60 грамм готового продукта в день и это может быть или киноа, или рис, или та же гречневая каша, или та же овсяная каша, но не на молоке, на воде, и она такая, ну, мне не очень вкусная. Отруби я люблю, отруби я часто готовлю овсяно-блины, иногда использую отруби и муку, иногда просто отруби, потом я добавляю их в соевые йогурты, да, девочки, сделаю пометку, мне часто пишут, Лиля, тебе нельзя соевые йогурты, раз у тебя проблемы со щитовидкой. Как таковых проблем со щитовидкой у меня не может быть, поскольку она у меня удалена 6 лет, более 6 лет назад, и поэтому, как бы, когда её нет, то и проблемы нет. Так что, отруби я ем. Дальше, Лиля, выпадали ли у тебя волосы после диеты, после похудения? Девочки, они у меня стали, у меня были очень хорошие, длинные, густые, жёсткие волосы до операции. И где-то через год, вот, начали они сыпаться, 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 и я уже и краситься прекращала, и делала различные маски. Два раза в год я принимаю специальные витаминные комплексы с минералами для укрепления волос и ногтей, для роста волос. И сейчас у меня на втором канале Лиля Франс очень много видео, где я там чуть ли не вот так вот плачу и рыдаю, где мои волосы, три волосинки осталось. Но мне кажется, это связано не так с диетой или не так с каким-то режимом питания. Даже когда я и молочные продукты ела, и как бы не могу сказать, что там я какой-то, ну, всё так жёстко-жёстко. Я же ведь не сразу же в эти диеты-то все вошла. И мне кажется, даже это не связано с питанием, это больше связано с удалением щитовидки. Как бы это не из-за того, что я себя стала в чём-то ограничивать, потому что я считаю, что даже вот так вот посмотреть, в моём рационе присутствует всё. И овощи, и клетчатка, и фрукты, и белки, и жиры. Мне кажется, что здесь, ну, абсолютно я не видела какой-то вот разницы, что выпадали волосы именно в период похудения. Так что я не могу сказать, потому что я никогда фанатиком не являюсь. Я за здоровый образ жизни, я за здоровое питание, и я за здоровое похудение, пусть медленнее, пусть медленнее. Вот я шла очень уверенно, пусть не таким быстрым шагом, но уверенно и спокойно, что моё здоровье не пострадает. И, как видите, слава Богу, я нашла тот режим питания, ту диету, которая мне помогла, которая нравится мне и психологически, и физически, потому что мой организм хорошо на неё реагирует. Я говорю про интервальное голодание. И поэтому, ну, как бы, как бы с этим всё в порядке, всё хорошо. Ещё, может быть, как, ну, это народная примета, хотите верить, хотите нет, потому что одни верят, одни нет. Мне кажется, что в последний раз, когда я постригала кончики, ну, не самый этот, в последний раз мне постригли, вроде бы волосы стали расти. И, как говорят, у парикмахера тяжёлая рука. Так вот, может быть, я попала к этому мастеру, который я постригла, и волосы долго не росли. Так, дальше, что у нас по списку идёт? Есть ли у вас скачки веса, девочки? Ну, конечно, есть. Я не собираюсь врать, что вот я похудела, и всё. Ни плюс, ни минус. Когда женские дни начинаются, у меня бывает прибавка и до 4, до 4,5 килограмм. Но это не жирк, а это вода. Я очень сильно отекаю. Но в летний период, когда жарко, или когда я пью недостаточно воды. Вот, казалось бы, пьёшь воду, ты отекаешь, а нет. Когда ты пьёшь водичку, идёт дренаж, и как бы вода лишняя уходит. Так что скачки веса, конечно, есть. Они где-то начинаются. У меня, я вот даже если становлюсь на лисы, я когда знаю, что мои дни приближаются, я стараюсь не взвешиваться. Потому что я знаю, что вес будет выше. Но это вес не эффект йо-йо, когда ты похудел, и ты потолстел. А это именно связано с женской физиологией. Так, дальше. Можно ли добавлять кокосовое масло в период голода? Я знаю, что многие его добавляют для того, чтобы не было застоя желчи. Девочки, я не знаю. Для меня, если это период голода, то в этот период мы только пьём воду. Какой-то тизан. Мне даже за кофе говорят, что про кофе, что кофе тоже нельзя. Но я его пью. Но относительно кокосового масла, всё-таки это жиры. И это уже нельзя назвать периодом голода. Это раз. Второе, я никак не могу понять. Вот часто застой желчи, застой желчи. Откуда он может взяться? Я понимаю, если там жёсткий график, 4 часа питания и 20 часов голода, да, здесь, конечно, могут появиться какие-то сбои в организме. Потому что первый месяц, который у меня был, у меня, в принципе, такой, у меня было 19 на 5, 20 на 4. Потому что мне хотелось, знаете, как двинуть, чтобы вес, знаете, как спрыгнул, как будто с горки, чтобы скатился, как в аквапарке. И я, конечно, у меня был первый месяц такого экстрима. Я похудела на 7 килограмм. Но я, опять же повторюсь, я не враг своему здоровью. И месяца эксперимента мне хватило. Я поняла, что дальше могут быть проблемы. И поэтому я перешла на 8, на 16. Именно вот по такому режиму 8 часов питания, 16 часов голода, там даже, ну, мне кажется, абсолютно не может быть никакого застоя желчи. Потому что мы не можем целый день, например, 12 часов есть и 12 часов не есть, спать, отдыхать. Мы же не всё время едим. И мне кажется, что на вот этот вот период, если брать колораж, то 1500 килокалорий на 8 часов. Это вполне нормально, чтобы худеть. Если вы уже похудели и просто хотите поддерживать вес, там можно уже брать и 1800-1700 килокалорий. Плюс мы ходим, мы двигаемся, мы что-то делаем, уборка, работа и так далее. И поэтому, ну, я не знаю, слава богу, я с этим не сталкивалась. И может быть, это, конечно, с этим сталкиваются люди, которые в период пищевого окна употребляют слишком жирного, много сладкого, солёного. И потом за период голода там что-то не срабатывает и желчь застаивается. Я не знаю. Но у меня, слава богу, таких проблем нет. И мне кажется, ой, доченька моя играет. И мне кажется, что как бы в 8 на 16 такой проблемы априори быть не должно. Но, тем не менее, врачей никто не отменял. Клиники открыты. И можно взять номерочек, записаться к терапевту и спросить, можно или нельзя. Так, трудно ли питаться на ИГ и долго ли ты привыкала? Мне не трудно, мне наоборот легко, потому что привыкать не пришлось из-за того, что я не люблю завтракать. А на ИГ ты начинаешь, ну твой первый приём пищи приходится на 10 часов утра. Это для меня как раз идеально. Потому что с утра я просыпаюсь, я занимаюсь бодифлексом, потом я веду дочь в детский сад. И после детского сада у меня моя вот эта вот прогулка на 6-8 километров. И поэтому как бы вот в этот период времени мне даже некогда есть. И когда я возвращаюсь домой, я принимаю душ. И вот, пожалуйста, можно какой-то первый лёгкий приём пищи себе позволить. Для меня ИГ это идеально. Но опять же хочу сказать, это мой ритм жизни, это моя жизнь. И у кого-то работа начинается в 8 часов утра, и потом работа тяжёлая, и обедать он сможет только в час дня. Конечно, тогда уже нужно выбирать немного другой график и начинать пищевое окно раньше, но и заканчивать его раньше. Так что для меня, мне даже привыкать не пришлось. У меня как-то всё так само собой получилось. И дальше вопрос тоже, но он немножко интересный. Меня спрашивают, Лиля, твоя семья тоже на ИГ? Нет, они не на ИГ, потому что питаются они то, что я готовлю. Я стараюсь готовить вкусно, это первое. Второе, чтобы это было полезно. И третье, чтобы это было, ну, нравилось всем. И чтобы туда входили морепродукты, и рыба, и нежирное мясо. Но тем не менее, мы не отказываемся от растительных масел на выходные. Или когда мы питаемся в ресторане, то тоже и муж, и дочь, и сын могут заказать себе всё, что они хотят. И по периоду времени, вот иногда даже сейчас, когда мы в отпуске, я могу поужинать пораньше, что-то съесть, то, что я хочу. А муж с дочкой могут растянуть ужин, или если они идут в ресторан, я могу дома остаться, посмотреть телевизор, или какой-то фильм интересный. Они идут в ресторан, и они уже могут ужинать в 8 часов вечера. Так что моя семья, они придерживаются меню, они придерживаются тех продуктов, той пищи, которую я готовлю, или которую я предпочитаю, или я считаю, на мой взгляд, что она полезная для здорового образа жизни. Но вот эти временные рамки, они, конечно, не соблюдают. Но хотя, с другой стороны сказать, французы, они зафиксированы на часах еды, и у них это меди, 12 часов, они все всё бросают и бегут кушать, кушать, кушать. Так что здесь тоже сложно сказать, что они не на ЕГЭ, потому что если брать французский период жизни, ну как вот этот стиль жизни по питанию, у них чётко в 12 часов, потом они там могут, гуты это в 16 часов, они там какой-то могут выпить кофе, чай, какое-то пирожное съесть, или что-то вот такое вот, йогурт, что-то лёгкое. И потом в 19.30, 8 часов у них ужин. Завтраки, вот они бывают, многие не завтракают, многие, кто кофе только пьёт, и поэтому потом идёт вот такой вот достаточно плотный обед в 12 часов. Так, ну что, девчоночки, не буду я вас задерживать, потому что я вижу уже по времени и так много наговорила. Жду ваши комментарии, что мы решим, что мы будем делать, потому что через неделю примерно я возвращаюсь домой и посмотрим, что мы будем делать. Или в Вайбере будем создавать группу, или откроем нашу закрытую страничку для худеющих в Инстаграм. Так что пишите, всех целую, всех обнимаю. Девчонки, у кого там какие-то там проблемки, потому что вижу в комментах, пишите, ой, не движется вес, ой, я поправилась, отпуска приехала. Девчонки, не отчаиваемся, всё поправимо. И будем идти к нашей цели вместе, когда нас много, мы сила, всё у нас получится. Поэтому держитесь, крепитесь. И опять же повторяю, всех я вас обнимаю, всех благодарю, что вы со мной, что мы как-то вот так вот приятно общаемся в комментариях. И желаю эффективного похудения, хорошего настроения. И будем уже создавать что-то такое более серьёзное, чем просто вот так вот общение, видео, комментарии. Всё, девочки, целую, обнимаю. И до встречи на моём канале, захотите похудеть. Пока-пока, мои хорошие. Пока-пока, мои хорошие.